Командующий объединенных сил НАТО и США в Европе генерал Кристофер Каволи, или Каволи, не знаю как правильно, сказал, что российская сторона сначала, так называемая спецоперация, потеряла 200 тысяч солдат. Но это очень большая потеря, наверное, после Второй мировой войны, окончания, несмотря на то, что там был Афганистан, еще что-то было. Это самая огромная потеря, и мне кажется, скоро должен наступить тот день, когда Путин и его команды должны объяснить России, а что происходит вообще, а ради чего гибнут люди. Ну, по данным командующего объединенными силами НАТО господина Каволи, потеряно убитыми и ранеными 200 тысяч человек, то есть убитыми около 40 тысяч человек, в том числе 1800 офицеров, и потеряно почти 2000 танков. Таких потерь действительно с конца Второй мировой войны не было, и в Афганистане они были неизмеримо меньше. А зачем нужна эта не война, Путин давно объяснил. Затем, что это оборонительная спецоперация для предотвращения войны, той самой наступательной войны, которую США и НАТО обязательно должны были начать против Российской Федерации с территории Украины. В рамках этой концепции, как мы уже с тобой говорили, любые результаты на украинских фронтах будут объявлены кремлем победы. Собственно, эту концепцию транслировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров на недавней конференции в Индии, когда его подняли насмерть в прямом смысле этого слова. Он так и сказал, что мы начали спецоперацию, чтобы предотвратить войну. В этот момент он выступил прекрасным стендапером или сетдаунером, потому что я вот объявляю себя начальником жанра сетдаун-шоу, может быть, это и не так. Я искал долго в интернете с помощью Гугла, до сих пор не запрещенного нигде. Был ли такой жанр до меня, но что-то не нашел. Пока ничем, может быть, плохо искал. Может быть, специально, бессознательно плохо искал, чтобы не опровергнуть собственную теорию. Но, в общем, в этом качестве господин Лавров и выступил. И этот дикий хохот, который раздался в зале в момент произнесения этой версии, привел его в некоторое недоумение, поскольку не будем забывать, что высший российский руководитель, в общем, находится давно и далеко за гранью реальности. Но я даже могу процитировать. Он сказал, что война, которую мы пытаемся остановить, мы пытаемся остановить, которая была развязана против нас, используя украинцев, конечно, отразилась на политике России. Оказывается, война была против них развязана, и они пытаются ее остановить. Эту концепцию уже Кремль с самого начала нынешнего года взял на вооружение и будет придерживаться ее очень твердо. Это дает ответ на любые вопросы, зачем все жертвы. А за тем, что если не жертвы, тогда Российская Федерация будет полностью уничтожена. И завтра вражеские танки будут в Москве. Когда количество жертв превысит определенный предел, то у многонационального РФ народа на 80% состоящего из русских может наступить эмоциональное выгорание, приводящее к синдрому дочерства. Пусть танки Абрамс будут на Красной площади. Но пока, естественно, эта точка не достигнет. Ну, надо сказать, что еще растет ряд инцидентов уже на территории России. Да, вот то, что, так сказать, отреет в Брянскую область, говорит о том, что нигде никто не может себя чувствовать уже в безопасности в России. Я искала, так сказать, людей, которые причастны могут быть в движении русского добровольческого бациона. И да, да. И я нашла все-таки комментарий Ильи Пономарева, который говорит, что это никакая не провокация ФСБ, поскольку партизаны не скрывали своих лиц. Это русский добровольческий корпус. И он сказал об одном из этих людей, которые там были, кого узнали, персона Дениса Вайтерекса, она как бы не важна, что с ним было когда-то. Ну, возможно, у него там какая-то репутация, я не знаю, кто это такой, да. Может, он какой-то ультраправый или еще какой-то. Но самое главное, что теперь мы находимся в Киеве, и ты только две стороны. Ты или участвуешь в вооруженной агрессии против Путина, вернее, агрессии Путина, или противостоишь ей с оружием в руках. Вот такая позиция. И он все-таки российский добровольческий корпус, насколько я понимаю, берет это на себя. Ну, мы не знаем, действительно, как развивались эти события, какова бы была их подоплека в полном объеме. Хотя ФСБ велась Российской Федерацией довольно странно, но это не означает никакого закора. Это означает обычную некомпетентность сегодняшних российских спецслужб, скорее всего. Потому что между заговором и бардаком применительно к современной Российской Федерации я всегда выбираю бардак. Это не значит, что заговора не будет, и он исключен. Но когда-нибудь он может соучиться. Но бардак, безусловно, происходит в 99% случаев и фиксируется специальными приборами для наблюдений. Потому что между тем, как поступили сообщения о появлении русского добровольческого корпуса или диверсионно-разведывательной группы, как угодно, и тем, что ФСБ начало действовать, прошло 3,5 часа. Когда управление ФСБ по Мурянской области объявило план Эдельвейс. Еще недавно нам говорили, что Эдельвейс – это нацистский бренд, который из украинских дивизий назвали Эдельвейс. Это доказательство торжества нацизма на украинской земле. Оказывается, у ФСБ тоже есть нацистский план. Эдельвейс, но это Эдельвейс, у кого надо Эдельвейс, перефразирую известный фильм. Это нога, у кого надо нога. И этот Эдельвейс будучи объявлен в полдень, а события начались в 8.30 утра, привело к тому, что уже к 14.17 был закрыт план Эдельвейс. Но к этому моменту почему-то русский добровольческий корпус покинул территорию Российской Федерации, и никакие российские силовики не смогли ему помешать. К тому же ясно, что граница в Брянской области не охраняется. Это гигантский результат деятельности всей федеральной пограничной службы ФСБ. Конечно, тут самое выдающееся явление мальчика Федора Моруба. Ну, новоявленного РФ-ного святого и кумира кремлевской пропаганды. Он стоит уже третьим в ряду культовых Федоров. Последних 100 лет. Первым был отец Федора с 12 стульев. Снимите меня отсюда, я отдам колбасу. Вторым был дядя Федор из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Там в компании Кота Матроскина и Пса Шарика. То хвост отваливается, то кости ломят, то хвост отваливается. Лохматость повысилась. Вот сейчас мальчик Федор. Но при этом никто не будь. А Маргарита Симонна Симоньян, один из ключевых кремлевских пропагандистов, руководитель канала, руководитель КАК, как сейчас давай сейчас говорить политкорректно, канала «Раши Тодей», сообщил на минуточку, что вот мальчик Федор, который был ранен и там спас двух девочек из-за того, что убили водителя машины, в которую они ехали. Он каждый день идет в школу пешком за 13 километров. Не до автобуса он идет 13 километров. Потому что в родном селе святого мальчика Федора школу закрыли еще в 2021 году напрочь. Значит, 13 километров. Это если человек движется со скоростью 5 километров в час. Но, допустим, мальчик Федор на всю свою молодость и спортивность движется со скоростью 6 километров в час. Значит, он два часа идет с лишним пешком до автобуса, а потом еще автобус 10 километров их везет в школу. То есть еще выяснилось, что в результате подвига святого мальчика Федора выясняется, что и как-то система образования в российских регионах не изведена до какого-то самоуничтожающего и, так сказать, скандального положения. Поэтому деятельность русского добровольческого корпуса скрыла сразу несколько важнейших недостатков системы управления и деятельности органов власти в современной Российской Федерации, чего, может быть, сами органы власти еще и не поняли. Они как-то попытались это все использовать как доказательство того, что какая ужасная война идет против Российской Федерации, все тот же МИД в Российской Федерации, еще не отойдя от коммерческого хохота на конференции в Индии, заявил, что, безусловно, за это преступление отвечают страны НАТО, поскольку ДРГ, она же РДК, воевала натовским, применяла натовское вооружение. Мне кажется, Маргарита Симоньяна должна усыновить мальчика Федора, и тогда ему будет гораздо ближе ходить в школу. Нет, мальчика Федорова усыновлять не надо, у него же живы родители, то есть, так сказать, Маргарита Симоньян могла бы построить там школу, где-нибудь поближе к мальчику Федору, в которой он бы учился один, и профинансировать, поскольку на всех не хватит, профинансировать там учителей, всех прочих, десант. Но сейчас это правда опасно, поскольку там же Брянских лесах, может быть, сразу построить. В Брянских лесах, так сказать, там же бродят террористы, да, вот натовские вооружения, да, значит, то есть, следуя этой логике, ну, если, условно, в борьбе там, в Руанде, где-нибудь между племенами Тутси и Хуту, сопровождавшимися гигантской взаимной резней, применялись автоматы Калошникова, то прямую ответственность за это должна нести Российская Федерация. Это ее преступление. Ну, вот как-то все ожидали, что Путин ведет военное положение в этих регионах, объявит режим контртеррористической операции, поскольку представители Кремля все время к месту и не к месту использовали слово террористы, в том числе это делал и высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ну, что-то этого ничего не случилось. И, в общем, главный результат случившегося это судьба мальчика Федора, который за 13 километров идет на автобус, но еще результат, что никакой охраняемой границы у РФ нет. И, в общем, надо молиться Кремлю за то, чтобы, так сказать, какие-нибудь добровольческие китайские корпус не попытался навести шороху там в тех местах, где неохраняемая граница гораздо-гораздо длиннее, чем в Брянской области. И это при том, что мы еще не начинали, как говорил Классик. Но надо сказать, что лепутат Госдумы Соболев предложил объявить войну. Мне говорили, что, конечно, в Госдуме много дураков, но мне говорили, что Соболев особенный дурак. Нет, нет, он просто, я не знаю, дурак, поскольку я стараюсь избегать таких субъективных оценок, особенно в отношении людей, с которыми лично не знаком. Но у каждого из думских генералов, сидящих в парламенте, свой функционал. Вот, например, у генерала, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, бывшего командующего 58-й армии, функционал это разгонять какую-то жуткую шнягу по поводу смертельных ударов по Европе и Америке. Да, у депутата Соболева другой функционал, поскольку он формально депутат от оппозиционной партии, от коммунистов, от КПРФ. Ясно, что КПРФ никакая не оппозиционная партия, а просто основная часть кремлевской политической машины, но номинально она вроде как-то находится в оппозиции, поэтому Соболеву можно говорить больше, ибо за его слова Кремль никому не отвечает. Типа коммунисты так считают, а мы их не поддерживаем. Поэтому если коммунисты говорят, что надо объявить войну, значит война объявлена точно не будет, это уже понятно, поскольку Путин ничего не может делать с подачей номинально оппозиционных сил, даже номинально оппозиционных.